Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня речь пойдет о 5G или оружии в чужих руках и объясню немного принцип как это действует. Сейчас максимально что мы имеем это Frequence 3.6 ГГц с длиной волны 8.3 см. Нам обещают до 28 ГГц с длиной волны чуть более 1 см. Обе волны 8.3 см. или 1.15 см. не могут пройти через стену. Компания Ericsson нашла свой подход и не только она. В настоящее время используются 3 сети 2G, 3G и 4G модусы. Как мы видим на этой картинке сигнал подается с передатчика, но между домами, к сожалению, связи нету и антенны приходится ставить как можно выше. В новом поколении 5G антенны можно ставить не так высоко. Частота их вещания будет 28 ГГц. И сигнал будет распространяться во все стороны от одной антенны к другой. Располагаться они будут примерно в 100 метрах друг от друга. Нам обещают скорость передачи данных в 100 раз больше, чем мы имеем сейчас. Но все ли так хорошо, что нам обещают? Сейчас проходит один луч, но теперь пучок увеличен до 64 лучей сразу. Рассмотрим это наглядно. Нам показана дистанция 25 метров, длина волны, которая дает 61 вольт на метр, при допустимом максимальном 6 вольт на метр. Опасная зона нахождения рядом с такой антенной находится в радиусе 11 метров, где излучение уже равно 120 вольт на метр. Нахождение в такой зоне более 7 минут опасно для жизни. Но это абсолютно не волнует компании, которые распространяют связь по всему миру. Существует компания ICNIRP. Она измеряет излучение, которое исходит от антенн сотовой связи. Но это лишь частная конторка. Одобренные этой фирмой нормы составляют 200 вольт на метр на рабочем месте и 90 вольт дома. А вот теперь посмотрите, как это выглядит на этой таблице. Излучение, которому вы начнете подвергаться, превышает максимально допустимое в несколько раз. Укрыться от него будет не так-то просто. Откроем одну антенну и посмотрим, что же у нее внутри. Итак, мы видим фрактальные антенны, расположенные в три ряда. Каждый ряд отвечает за определенную частоту. Такая антенна вещает в определенных частотах и их можно периодически менять, на ваше усмотрение, как вам удобнее. Если мы перевернем антенну на обратной стороне, мы увидим два фильтра и разводка всех соединений данного блока. Ну а вот уже установленный блок в работе. Вот эту установку я заснял недалеко от своего дома. Обратите внимание на так называемую спутниковую антенну. Вот одна из таких спутниковых антенн, которую использует американская военщина. Это установка из двух комплексов, передвижная. Ее можно использовать в определенном направлении, куда вам будет угодно, когда угодно и против кого вы захотите. Обслуживать этот комплекс можно минимальным количеством солдат, направляя луч против противника. Ну а вот уже использование данного оружия на местности. Это пример использования микроволновой пушки на местности против населения. Неважно город, открытая местность, блокпосты и так далее. Она стреляет везде и точно. Можно разогнать любую толпу, независимо от ее количества. Можно использовать также в пути. Луч, попадающий в противника, загоняет его в панический страх. Обратите внимание на название установки. СС-АДТ. СС уже что-то значит. Вот это рекламная открытка сети 5G в городе. Посмотрите, она вам ничего случайно не напомнит. Например, вот это. А теперь поближе и покрупнее. Вот такая вот антенка. Это старый рисунок города Ульн. Обратите внимание, в центре расположен Мюнстер. Самая высокая башня города. И рядом куча церквей. Теперь поглядите сюда. Картин-то похожи. Небоскребы. С больших передается на маленькие. Отличие старого вещания от нового в частотах. Вот таблица частот Шумана и как они действуют на человека. Инженер российского происхождения Лоховский создал свой аппарат, назвав его мультичастотный генератор. На экране список частот и их воздействия на организм человека. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Пока. Продолжение следует...